Агроместераст, интересно, зарабатывали. Но требования к площадкам строгие. То есть должен быть уникальный контент. Сайт должен быть создан для людей. Это не должен быть сайт, созданный только для продажи рекламы. Должны отсутствуют ссылочные фирши. Здесь момент такой. Если параметры сайтов и сроки, это действительно хороший сайт. Понятно, что мастер, монетизируя его в том же самой сейфе, не может просто в один день снять рекламу, зарабатывая 10 тысяч рублей в месяц, допустим, и попробовать что-то другое. Поэтому мы даем таким сайтам проходы модерации. То есть мы их пропускаем. Как только он понимает, что мастерастераст рынка зарабатывает больше, он потом сам снимет. Также должен быть положительный тензит, больше 10, и даем, которому должно быть больше полугода. Модерация, на самом деле, нефункитапная. Первый этап – это автомат, который осеивает параметры. Те же самые номер и тот же самый тикс. Дальше сайт попадает в обычную модерацию. Модераторы, скажем так, тоже люди. Несмотря на то, что мы их обучаем, все это делают, понятно, что ошибки бывают. И, например, если вам показали модерацию, то, в принципе, вы считаете, что он на сайте абсолютно нормальный, писать свои деньги для людей, можно быстро терпорезы написать, и очень часто решение меняется. Потому что, если обоснованно все это темно, вымуты предмани, то есть подальто на ямку, на следующий день получите деньги. Сейчас запускается система безналичного расчета, который будет запущен в ближайшие месяцы. То есть можно будет работать с юридическими лицами, получать деньги на счет индивидуального воспринимателя и юридического лица. На сайте сделан официальный калькулятор дохода, работая следующий модуль. Берется сайт, смотрится, сколько страниц проиннексировал яндекс. Дальше есть некий коэффициент, скажем так, попадания страниц в нашу кирку. Яндекс мог проиннексировать 10 страниц, а биржу мы берем 60-70 страниц. то есть некоторые из них не пройдут в операцию. Например, на них очень мало контента. Или, например, на них большое количество внешних ссылок. То есть нам загруппаться уже дальше не будет. То есть есть некие среднестатистические данные по бирже, то есть, например, яндекс прогрессировал 100 страниц, а биржу мы берем 60-70 страниц. Дальше мы понимаем, что мы продаем более трех ссылок со страницы, то есть умножаем количество продуктов ссылок по количеству страниц, которые потенциально доступны для продажи. И берутся некие средние цены для этого сайта, для параметров этого сайта. И задается соответственно фупер, продается прогноз. Мы очень серьезно следим за этим калькулятором. То есть народ пользуется. Мы отслеживаем данные, которые в блоках у людей появляются. Станция следующая. У кого-то, как я считал, довольно точно, а у кого-то там бывает расхождение довольно приличное. Ну, здесь в чем разница? Мы, грубо говоря, на лигу не можем посмотреть все параметры страниц. То есть, например, не можем определить количество контента на той или иной странице, не индексируя сайт. А индексирование процесс довольно долго, то есть занимает от 3 до 4 часов в среднем. Поэтому у кого-то данные по калькулятору сайту, в среднем, среди тех дополнений, которые мы отслеживаем или тех сайтов, которые мы запускаем, у нас расхождение плюс-минус 20%. Для, скажем так, прогноза первоначально стоит или не стоит связываться довольно-таки точно. Теперь вот эти данные мы вытащили из биржи в среднем. Опять же, то самое количество страниц, проиндексированных ядресом по его детали, по горизонтали один сайт. В табличке средний доход сайтов в рублях — это в месяц. Глядя на эту табличку и сравнивая ее с тем, что стоит ответить по сейпу, складывается одна вещь о том, что многостраничные сайты, даже с небольшими параметами, тростлинки обуваются гораздо интереснее, причем в сейпе зарабатывается сейп гораздо больше. И обратная ситуация, что, например, если у вас на сайте малое количество страниц, то прибыль будет практически выливая и зарабатывать на этом, наверное, не стоит. Сознан тоже неофициальный рейтинг фирменстеров topdrl.ru. Нам, на самом деле, ребята обратились в блоге, мы хотим создать новый сайт. Мы пошли навстречу, мы в аккаунтах, в тростлинках сделали галочку — участвовать в рейтинге. Нажимая эту ганку, ваши данные передаются в рейтинге. Опять же, никаких шлейков, никаких паролей, никаких адресов сайта не передается. Передаются только параметры сайта, количество прогрессированных страниц и его доходы. Согласно, в рейтинге получились довольно интересные цифры уже после месяца открытия. Мы видим, что, например, первые пару месяцев зарабатывают по 14-13 тысяч рублей в день, имея всего 30-40 сайтов. То есть если вспомнить про предыдущую контенту про сейт, там только человеку 60 сайтов зарабатывают 10 тысяч рублей. Понятно, что выборка не полностью репрезентативна. То есть есть в системе огромное количество аккаунтов, которых нет здесь. То есть люди не хотят делиться своими доходами. Но в целом картина получилась довольно интересная. И понятно, что деньги в системе есть, зарабатывать очень даже могут. Среди выборов могу сказать следующее. Сейчас в Москве вторая режима оборотов на интернете. До сайта еще, конечно, далеко, но в принципе уже обогнали. Мы поддерживаемся технологией в полной безопасности заработка. То есть человек изначально настраивает какие-то параметры, например, не хочу, чтобы у меня обращались какие-то ссылки, не хочу такие. Хочу продавать не более 5 ссылок в неделю и не более 3 ссылок со страниц. И потом как бы дальше мастер уже ничего не должно заботиться, кроме как однако могут вывести средства. Модерация площадок до моего строка – это минус. И есть еще один минус – это невозможность продажи ссылок с форумов и гостевых. Дело в том, что мы работаем напрямую с Силбутом, в котором у нас покупали ссылки. В его фильтрах оптимизаторских, которые стоят при автоматических режимах, стоит запрет, а в их форумах не сделают. Мы в своем деле делали исследования и пришли к мнению, что основное количество тех форумов, которые в бирже продаются, ссылки с них практически не работоспособны. Поэтому Силбут для своих оптимизаторов их не закупает. Степенька по глобальному блюду является то, что «Разлин» – это лучшее решение для быстрой отступаемости мегастороничного сайта с любыми даже низкими параметами. Теперь «Пиаса» – довольно новый сервис, который буквально несколько месяцев назад появился, раньше тестировался в эту версию. Сервис построен на том, что смещают постоянные ссылки с оплатой «fix» один раз на хорошие сайты. То есть понятно, что люди пошли… Этот сервис поэм принадлежит той же самой бирже с обрядочкой роботов. Люди пошли другим путем, стали отбирать хорошие сайты, усилили, требованные площадки. И там принцип примерно следующий. Там практически вся работа ручная. То есть, например, оптимизатор дал заявку, потому что «Хочу купить ссылку на этом сайте». Когда она автоматически поставляется, она, фирмастер ее поставляет ручками. Например, пишет какую-то новость на свой сайт, в конце эту новость выставляет ссылку. Все будет, конечно, хорошо, но за исключением вручной работы. То есть, если у вас есть там ресурсы, например, «СМИ-рисурс», у нас большой посещаемся, у больших количеств новых материалов. В целом монетизировать довольно интересно, потому что постоянные ссылки стоят довольно много денег. По сравнению с, скажем так, если брать бежесуточную оплату ссылок, то там средняя цена ссылки может быть 4-5 в месяц получается. Понятно, что без заработок продается большое количество. То есть здесь одна стоимость ссылки постоянно может достигать 0,02. Среди преимущества очевидно, очевидно, что сервис принадлежит самому сейфу, потом огромное количество оптимизаторов, и если вы туда крипас, кипя, сейф и площадку добавляете, то понятно, что у вас будут заявки на продажу, понятно, что денег вы заработаете. Также привычески различные варианты размещения ссылок. Это всевозможные обзоры, всевозможные статьи, там, вставление ссылок тоже в новости, в новости. То есть, ну, варианты, на самом деле, массы. Среди, скажем так, того, сколько я получу денег, пока не следовалось, потому что сервис довольно молодой. Пока сейчас эксперименты стоят, то есть стоит, скажем так, некая задача, сколько заработать. Ну, посмотрим через некоторое время, я думаю, данными сможем поделиться. Теперь про Миролинус. Миролинус – это первая система размещения статей, с оплатой как бы для себя. Почему как бы? Потому что, например, инвестер разместив статью, он же, в принципе, ее потом может удалить. Ну, у Миролинуса есть некая гарантия 3 месяца размещения. В течение трех месяцев они не дают проводить деньги, и это является просто гарантией оптимизаторов, чтобы статья не пропала. Деньги за статьи размещаются тоже довольно критично, то есть нелегкие площадки, которые берут там 30 по 40 долларов за размещение одной статьи. И при этом довольно большое количество инвестеров, вернее, оптимизаторов на это идут и в такой уровне статьи покупают. Это отличие от того, что они довольно хорошо работают с точки зрения продвижения. Третья площадка тоже высокие. Это сайты для с продажи ссылок. Вернее, с продажи они тоже берут, но они их замечают, потому что сайт продает ссылки, и оптимизаторы их гораздо хуже покупают. Наличие обязанностей, посещаемые из поиска. Опять же, только сайты для людей, то есть никаких сайтов созданных специально для продажи рекламы. На главной страничке размещен их официальный регулятор. То есть вбиваем вклад от сайта, и он нам предоставит прогноз, сколько мы, соответственно, сможем заработать на этом сайте. Ну, прогноз, на самом деле, делается из двух вещей. Они смотрят, приблизительно, по параметрам сайта, сколько заявок можно получить в ремейстере, и нажают на средние тоже статьи, опять же, по параметрам этого сайта. Ну, тут надо сказать такую вещь, что если вы будете размещать все подряд, это одно. Если вы будете избирательно к статьям относиться, это другое. То есть сами понимаете, у вас пришло 10 заявок, вы можете принять одну, а можете принять все 10. Тут решать вам главное не жальничать. То есть не тематические статьи, лучше к своему сайту не размещать. Все это приведет к санкциям поискового системы. Теперь по примеру, сколько можно заработать. Здесь количество страниц на сайте не важно. Здесь важны параметры сайта. Это там птиц, его посещают, здесь важны главные страницы, и наличие ядости, патологии, наличие буквы, патологии, и так далее. Если правило основу птиц, то можно сказать следующее, что даже с минимальной птицей можно заработать порядка 50 долларов в месяц, размещая порядка 30 статей. В принципе, это нормальные деньги. С более-менее крупного сайта, если статья стоит 20 долларов, можно получить такие цифры как 600 долларов, как 1000 долларов и больше, в зависимости от того, скажем так, сколько вам придет заявок, как вы будете их отбирать. Разумеется, еще есть такая вещь, о которой нужно сообщить. Оптимизаторы пытаются подобрать тематически близкие площадки для размещения статей. Потому что если они хотят, например, внести статей по банкетам, они будут пытаться искать строительные сайты. И понятно, что если, например, у вас сайт про бабочки, про бабочки, то заявок будет очень мало, потому что мало оптимизаторов продвигают сайты по бабочкам. То есть нужно понимать, потому что идти в эту систему можно с проектом, который нанесет коммерческие цены. Среди выводов. Есть глобальные минусы. Это задержка в выборе следствия 3 месяца. Понятно, чтобы каким-то образом гарантировать то, что статья будет стоять, мастер просто деньги 3 месяца не выводится. Если мастер в течение 3 месяца в статье убрал, то, соответственно, в денежке за это он не получит. Ручная работа. Ручная работа – это, на самом деле, основной минус, наверное, потому что размещать статьи автоматически не получается, каждое выполнено заключение в течение 3 месяца. Но, в принципе, цена статьи такая, что можно и игрушки проводить. Страшного ничего нет. Среди плюсов. Адекватная комиссия в 5-15%, в зависимости от того, какой статус вы получаете в бирже. То есть если мастер работа на комиссии 15%, если вы получаете гипстатус, то есть у вас хорошие сайты, у вас не бывает проблем с наукрещенными статьями, то комиссия для вас уменьшается. Ну, это, наверное, первое. Сейчас у нас уже включенный бренд, но, соответственно, у нас появляется большое количество даем организаторов, которые превращаются в наши геймы. С точки зрения монетизации сайта, с точки зрения отключения статей и они становятся, наверное, лучшим способом.